Знаете, много говорить не хочется, просто огромное спасибо нашим болельщикам, которые приехали. Действительно, создали нам, можно сказать, домашнюю атмосферу. И когда Запорожье вело 15 очков, за что им действительно хочется отдать должное, молодцы. Наверное, Хайков и Запорожье единственные две команды в чемпионате, с которой нам так тяжело играется. Не знаю, почему так. Вроде бы и настраиваемся, и все. Но, слава богу, что выиграли, проявили характер и доказали, что мы единое целое. Я уверен, что дальше нас ждет хоть и более такой сильный соперник, Химик, но дальше будет легче. Как сказал тренер, мы тест выдержали, особенно сегодня этот. И огромное всем спасибо. А Запорожье молодцы. На мой взгляд, знаете, первый раунд плей-оффа не совсем, на мой взгляд, не совсем честен. Почему? Потому что все команды попадают в этот плей-офф. И получается, одна команда ставила, чтобы занять какое-то хорошее место, а вторая команда выиграла недостаточное количество игр. На мой взгляд, это не совсем честно. В плане того, что игры идут всего лишь до двух побед. То есть, здесь очень большая вероятность случайностей. Как это было с бодивельником, мы были к этому близки, к этой случайности. То есть, это как кубковая игра. Первый раунд плей-офф – это кубковая игра. Две игры. Одну можно на выезде выиграть и получить какие-то сумасшедшие трехочковые выиграть. А дома, как сегодня сделал это Запорожье, за что им огромное спасибо, приложит все силы для победы. Я очень благодарен команде Запорожье за то, что они сделали нам такой тест, такую проверку перед следующим раундом. Я очень благодарен своим ребятам за то, что они эту проверку выдержали. И были моменты в игре, когда мы могли опустить руки. У команды Запорожье все залетает. Залетают сумасшедшие броски. Они бегут, как сумасшедшие в быстрый прорыв. Мы не можем их остановить. Но руки не опустили, гнули свою линию и добились результата. Я не могу сказать, что сюрпризы какие-то были от Запорожья. Но они принесли нам сюрприз своей самоотдачей, своим настроем и своим желанием победить. И огромное им за это спасибо. На чем расставили акценты на третью четверть в большом прерыве? У нас акценты всегда одни. Мы хотим остановить мяч, чтобы он не шел в трехсекундную зону. И, конечно, после 12 трехочковых в первой половине мы хотели ограничить количество трехочковых попаданий с периметра. Немножко расставили свою защиту, обратили внимание на то, как нам нужно защищать бросающих игроков. В принципе, два броска пропустили, которые и не должны были пропускать во второй половине. Я тоже хочу поблагодарить болельщиков, потому что, несмотря на такой волнообразный сезон, нам не всегда удавалось их радовать. Что мы могли сделать от себя? Это бороться, показывать характер, биться и радовать результатам. Хотя сегодня и в Днепре у нас не очень получилось, но все было в наших руках. Игры примерно равные. Хотя уровень команды Днепра для Украины это очень прилично. Но мы навязали им борьбу. И что касается сегодняшней игры, мы очень здорово начали. И двигали мяч, и много забили, и быстро. И это Днепр славится своей быстрой игрой. А мы были сегодня быстрее их. Но вот, опять же, третий четверть пропустили рывок. Потому что мы знаем, что несколько минут удачная игра Днепра возвращает любую разницу в ноль. И мы позволили им вернуться, и потом втянулись в такую равную игру, где дали им много подобрать, какую-то свободу почувствовать. Хотя очень жестко играли с ними. Знали, что только так мы их можем остановить. Они много промазали своих бросков, свободных бросков. Но они много подобрали на нашем кольце. И такие хачки второго шанса, конечно, оказали главное влияние на исход игры. Но в целом я благодарю еще раз болельщиков и всю свою команду, и всех тренеров, и руководства клуба за то, что у нас есть в городе баскетбол. Баскетбол хорошего уровня. И надеюсь, что и в будущем мы будем развиваться, будем двигаться. И еще больше зрителей будет у нас на играх. Всем спасибо большое. Ну, начну по игре. Спасибо болельщикам, групп команд, которые создали действительно обстановку дерби, обстановку плей-офф. И, я думаю, кто смотрел этот матч по телевизору, тоже не пожалеет. Желание у нашей команды зашкаливало. К сожалению, мы не всегда смогли подкрепить его мастеровитость, мастерство. Но, как мы и говорили, молодые ребята еще боятся того, что могут реально произвести какую-то сенсацию сильного соперника. И в те моменты, когда мы выходили на достаточно большой отрыв от соперника, в глазах ребят все равно читалось сомнение. Сомнения читались. Боятся еще. Очень хочется сказать, что каждый из них за сезон немножечко добавил. Я сказал сейчас в раздевалке, что ни на кого из них такая нагрузка еще не ложилась. Нагрузка эмоциональная, нагрузка физическая и нагрузка связана с тем, что они отвечают за результат. Раньше они все, как я люблю говорить, подавали снаряды. Сейчас на плечи Кондракова, Кожемякина легла ответственность за любой результат любой игры. Тот же Нисима получил максимальное время за всю свою карьеру в Суперливье. К сожалению, очень поздно к нам присоединился Терянник, и его как раз не хватило. Можно вспомнить того, что мы не смогли полноценно использовать опыт Паши Буренко. Хочется сказать, что за плей-офф, за эти игры, за две, наверное, надо сказать спасибо ребятам, потому что они, не жалея себя, бились до конца. Я думаю, что зрители это заметили. А перед зрителями извиниться за сезон. Я считаю, что город Запорожье заслуживает команды с остальным характером. Но, уважаемые болельщики, если вы думаете, что мы не хотим хорошо играть или побеждать, это не так. К сожалению, мы выбирали ростер наш из тех финансовых возможностей, которые есть у клуба. Поэтому здесь вы не увидите ни легионеров, ни игроков со стажем, ни людей, которые, скажем, являются даже кандидатами в сборную. Этот сезон был таким же, какой был у Днепра, когда они приглашали Хомичусов. Они всем по многу проигрывали. Они занимали последнее место, но при этом они воспитывали своих ребят, которые сейчас доминируют в Украине. Я думаю, что те ребята, которые показывают прогресс в этом сезоне, наверное, должны быть на карандашу руководства клуба на следующий сезон. Но, если команда действительно хочет продолжать славные традиции эфира, необходимо однозначно усиление. Понятно, что усиление, все должны понимать, зависит только от финансово составляющей. Понятно, что с Кулпеппером, Шапеллом, Гуином можно было побеждать любую команду. А с Кожемякиным, Кондраковым чуть сложнее. Поэтому я очень рассчитываю, что клуб и город найдут возможность для более стабильного финансирования. Найдутся новые спонсоры и команда будет радовать болельщика. От ребят могу сказать, что никто себя не жалел. Несмотря ни на какие условия, которые были не самые лучшие у нас в этом году, мы бились. И те игры, которые можно откровенно сказать, мы провалили, их было всего две за сезон. Но во всех остальных играх мы показывали то, что мы можем. К сожалению, это наш уровень, и это факт. А можно говорить о том, что вот надо было... Да, конечно, и мы это понимаем. И мы хотели это сделать, но вот получилось так, как получилось. К сожалению, вот этот эмоциональный всплеск попал на игры с Днепром. Опять же, можно пожаловаться на невезение, что и в Кубке мы попали на Днепр в первом раунде. И в плей-офф. Понятно, что нам не удалась судьба Харькова, который два круга кубков сыграл с командами низшей лиги. Нам сразу попался Днепр, и мы из одного турнира вылетели автоматически. Но ребятам это опыт. А для болельщиков, еще раз говорю, горький опыт. Очень рассчитываю, что на следующий год команда получит тех игроков, которые будут радовать. И Запорожье вновь вернется в соискатели призов и в Кубке, и в чемпионате. Спасибо всем за сезон.